Что и следовало ожидать? Этого и следовало ожидать. Хазембей сам взялся. Мама, нет ничего такого, за что бы он взялся. Разве ты сама не сказала, что она призналась? Пусть признается, сколько хочет. Она себе смогла признаться. И что нам делать, раз твоя сестра смогла признаться? Наградить ее медалью? Что ты несешь? Говорю, что ты напрасно изводишь себя. Между ними ничего нет. Каждый из них проживает свою любовь в душе, понимаешь? Я им покажу, что у них в душе. Я покажу, что в душе и не в душе. Они оба стараются держаться друг от друга как можно дальше. О, Господи, ты послушай, о чем мы говорим. Клянусь, Бог нас накажет. Накажет. Мама не накажет, потому что ничего не будет. Ты сокрушаешься здесь из-за того, что они проживают свои чувства в душе. Дочь, я говорю тебе, разговится скандал. Какой скандал, мама? Между ними ничего нет. Ради Бога, кто и в чем будет обвинять их? Настоящий скандал у них в сердцах, мама. Разве непонятно? Такая одинокая, неизвестная друг другу любовь. Ты напрасно боишься. Они не причиняют боль никому, кроме самих себя. Они любят друг друга, не зная, что их чувства взаимны. Не то, чтобы проживать то, что ты называешь запрещенным. Они даже не говорят об этом. Они избегают своей любви. Каково человеку избегать своих чувств? Знает тот, кто сам избегал. Когда твой внутренний голос, при каждом биении сердца шепчет его имя. Как заставить его замолчать? Как замолчать? Знает только тот, кто молчит. Знает тот, кто молчит. Вы напрасно боитесь, мама. Они не прикоснутся друг к другу. Не будут говорить об этом. Не подозревая друг о друге, будут испытывать одну и ту же боль. Они даже не подозревают, что сжигают друг друга. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Каждому достается от любви что-то одно. Кому-то оставаться немым, глухому, возлюбленному. А некоторым любить в душе. Только любить в душе. Я сейчас покажу тебе, как любят в душе. Знаю. Я знаю твою любовь в душе. Честное слово, вырвать бы твой длинный язык у основания и прибить к засохшему сердцу твоей глупой сестры. Что ты такое несешь, а? Почему, учась в школе, ты не демонстрировала такую способность рассуждать? Не посмотрю на твои слезы в выпученных глазах. Выколю эти твои глаза! Мама, что с тобой? Это с тобой что? Что за разговоры ты ведешь с матерью? Воспеваешь запретную любовь? Да накажет тебя Бог! Зачем ты поехала вчера к сестре? Красноречиво внушала ей то же самое? Что мне ей внушать? Она не позволяет. То есть, если бы она позволила... Прости, Господи. Бог мой. Ты наделил моих детей ростом, фигурой, глазами, красноречием, но решил обделить умом. Но я глупее. Почему? Потому что я тебя отправила к сестре вразумить ее. Но я... Молчи! Раз я сказала молчать, значит молчи. Сиди и не рыпайся. И соблюдай приличие. Тому, чему не бывать, не говори аминь. И никаких пустых разговоров. Мама, ты преувеличиваешь, словно сестра Исинан женаты. Твоя мать остановит это безобразие. Остановит. Мама, ради бога, как ты заставишь замолчать в сердца двух влюбленных людей? Увидишь, как я заставлю их молчать. Хорошего дня, любимый. Каково человеку избегать своих чувств? Знает тот, кто сам избегал. Когда твой внутренний голос при каждом... При каждом биянии сердца шепчет его имя. Как заставить его замолчать? Знает только тот, кто молчит. Увидимся. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотри на себя, бессавистный тип. Ну же, давай. Что вы делаете? Ходи. Доброе утро, Гехамби. Доброе утро. Вчера вечером, когда вы отключились, то есть после того, как уснули, это прислали из заведения, где вы ужинали. Ага. И перед парнем опозорился. Зять уже вышел? Нет, еще не вышел. Он у себя в комнате. У себя. Хорошо. Зачем упрямиться? Что с того, что отвезет водитель? К тому же, вчера ночью не могли уснуть из-за скандала. Ничего себе особняк. А скандал был ночью, как у нас в квартале. Из-за страха я даже выйти и посмотреть не могла. Да, мама, да. Был скандал, как в нашем квартале. Ради бога, мне не до их скандала. Послушай, если стесняешься водителя, скажи жене. Пусть поговорит с отцом. Двор как автомобильный салон. Одна выезжает, другая въезжает. Это же сам Хазым Эгемен. Он что, для единственного зятя машину пожалеет? Мама. Сынок, послушай, если не пожалеешь, пожале эту бедную девочку. Малышка встает ни свет ни заря, чтобы успеть на автобус. Мама, ты поклялась с утра пораньше. Вывези меня из себя. А? А ну-ка, посмотри на меня. У тебя какие-то претензии к дороге? Ну, нет. А, и ей промыли мозги. Послушайте, если вас не устраивает автобус, то переезжайте обратно в квартал, и она будет ходить в школу, как прежде. Хорошо, хорошо. Завелся с утра пораньше. Ладно, я даже рта не раскрою, молчу. У тебя деньги есть, сестренка? Нет. Чёрт, бумажник забыл. Подождите, я сейчас вернусь. Завёлся опять. Разве я сказала, что можешь войти? Думаешь, достаточно просто постучать? Я зашла взять корзину с грязным бельём. Нормин собиралась постирать. Разве тебе достаточно одной корзины? Ты же не успокоишься, пока не перевернёшь всё верхном и не пошпионишь. Ты не сможешь убедить меня в том, что ты невинная девочка, которая занимается только своей работой. Я прекрасно знаю, кто ты и что делаешь. Как ты тайно проникла в мою комнату. Как ты отдала тебе лекарства этой девке из трущоб. Я всё знаю. И знаю, что ты следишь со мной. Я предпочитаю не говорить на эту тему, Селин Ханум. Если вы будете так же поступать... Что за наглость? Ты с кем разговариваешь намёками? Приятель. Ясин? Ты давно здесь? У нас с Ясином небольшой одельце есть, Селин. Послушай, я вчера вечером доставил тебе головную боль. Обычно я так не напиваюсь, но вот... Не очень-то помню, но... Мне правда очень стыдно. Прости, ладно? Да ладно, брат, такое бывает, нет проблем. Нет. Всё хорошо. Нет, я серьёзно. Если бы не ты, возможно, меня бы сбила машина. Так что... Я обязан тебе жизнью. Да ладно, брат, ну что ты, честно. Брат. Брат. Смотри, называю тебя братом. И это не пустые слова. Я действительно так считаю. Мы изначально с тобой не поладили, но никто из нас. По известным причинам. Про братьев ничего не могу сказать. Но после вчерашнего вечера ты мне как брат. И ты воспринимай меня как брата. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Хорошо. Как? Я ничего не понимаю. Что происходит? Между нами. Не лезь. Нет, то есть... Мой муж и старший брат стали братьями. Я не буду лезть. Жизнь так прекрасна. Правда? Из-за такси ты заплатил, да? Нет, 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 брат. Такого не было. Нет, нет, так нельзя. Держи. Нет, брат. Раз назвал меня братом, то можно. Хорошо? Хорошо? Я возьму бумажник и пойду. Твой муж хороший человек. Так и есть. Ясин. Ты в порядке? Тебя что-то беспокоит? Я в... Я в порядке. Вечером вернусь пораньше. Поговорим. Хорошо. Хорошо? Поговорим. Сынок, где ты ходишь? Ребенок внизу ждет. Она пропустит автобус. Замолчи, не кричи. Я иду уже. Давай. Ай. О боже. Думал он бегом побежал на кладбище ради возлюбленной своего якобы брата? Он даже полицию не вызвал. Не позвал с собой никого на всякий случай. Не побоялся смерти. Потому что твой сын влюблен страстной любовью. Наконец-то, отец. Наконец-то. Я не знаю, где ты вчера был и что делал целый день, но я не смог развестись, отец. Я реально не смог развестись. Вот, смотри. Шоу женщины на суде, которая все еще носит нашу фамилию. Друзья, прошу, успокойтесь. Я вам все детально расскажу. Но только после того, как поговорю со своим любимым свекром. Хорошо? После разговора со свекром. Ты остановишь их, Вазелет. Ты должна их остановить. Так не пойдет. Не дай бог. Это же сердце. Никогда не знаешь, что от него ждать. Раз дело коснулось сердца. Сыграя по-крупному, Вазелет. По-крупному. Другого выхода у тебя нет. Сыграя по-крупному. Все решится на втором заседании. Ты не заметил, что она на что-то полагается? Не ты ли говорил мне, как несколько дней назад эта женщина дрожала, подписывая протокол, а? Так что случилось? Женщина, которая от страха подписала дрожащий рукой протокол, вчера пришла и устроила шоу на суде. Так этого было мало, и она устроила вчера ночью посреди дома второй шоу. Это последние попытки отчаяния. Что я еще могу сказать, сынок? Что сказать мне? Да ты... Ну, ты разве не знаешь, Кесимин отец? У нее на руках что-то есть, иначе бы она на такое не пошла. Поговорим об этом позже, Гюхан, хорошо? Позже. Позже поговорим. Отец, это моя жизнь. Моя жизнь. Жизнь. Говорю тебе, что она затеяла какую-то игру. Я тебе говорю, возможно, она выйдет сухой из воды и ищет способ уничтожить меня. Я не знаю. А-а. Я прервала беседу отца и сына? Мы уже закончили. Я вас ждал, Фазелет Ханом. А-а. Но я еще не закончил отец. Гюхан, поговорим позже. Прошу тебя. Оставь нас наедине. А-а. Угу. Ага. Я, кажется, пришла в неподходящее время, Хазамбей. Мне жаль. Гекханбей сходит с ума из-за Есимин, не так ли? Ну, конечно. Мне нужно рассказать. Сейчас же нужно рассказать. Вчера вечером сюда приходила Есимин. Как всегда, покричала, поругалась, подняла шум и передала вам сообщение. Сказала, что если сегодня до обеда вы не поговорите с ней, с журналистом, каждому в отдельности. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем разговор с вами, Фазелет Ханом. Вы отправили Эдже поговорить с сестрой. Я в это время был у Керемя. Как отцу. Мне было очень тяжело слышать такое. Вам, как отцу, тяжело слышать такое. А теперь подумайте и обо мне. Насколько же мне тяжело, как матери девушки. Да. То есть было бы тяжело. Если ты клевета в адрес моей дочери оказалась бы правдой. Было бы тяжело. Но это клевета. Ложь. Моя дочь ни в чем не виновата. Во всем виноват твой сын. Моя дочь любит Синана. А не сына этой сумасшедшей женщины. Следи за языком. Ягыз мой сын. В моем сердце для Ягыза столько же места, сколько и для Синана. И больше не смей говорить о нем так. Хорошо. Как хочешь, так и будем говорить. Но я говорю, что порочные намерения не у моей дочери, а у твоего сына. Я уверена в этом. Как пить дать? Потому что у них очень серьезные намерения. Твой сын и моя дочь настроены очень серьезно. Они поженятся. Я хотела сказать, что... Хотела сказать, что если со мной что-нибудь случится, позаботься о Синане. Перед смертью хотела поблагодарить тебя за то, что ты нас воссоединил. Нет, я... хотел сказать то же самое. Хотел попросить тебя позаботиться о моем брате, если со мной что-нибудь случится. Нам нужно поговорить. Идиот. Что в этом такого удивительного, я не поняла. Они разве дети? Взрослые люди. Держатся за руки. Да к тому же моя дочь не похожа на ваших этих девушек из высшего общества. До каких пор она будет продолжать так и гулять с твоим сыном? Это ваше рассуждение, Фазилет Ханум. Вряд ли мой сын собирается жениться в таком возрасте. Мне остается только посмеяться над этим. И это говорит человек, жене которого 18. Не меняй тему разговора. На данный момент мы говорим о моем сыне. Твой сын – первая любовь моей дочери. Ты хоть знаешь, через что прошла моя дочь ради твоего сына? Усмирила его, наставила на верный путь. И сейчас вместе они приняли решение. Откуда ты знаешь, что Синан хочет жениться? Дочь сказала. Скорее всего, они обсудили это между собой, наверное. Молодые приняли решение. Вот-вот и сообщат. Сегодня или завтра они нам сообщат, а мы уже сообщим родственникам. Это все ваши предположения. Если бы мой сын был серьезно настроен относительно женитьбы, то я узнал бы об этом раньше всех. Сейчас не с уразными предложениями, уклоняясь от темы разговора. Хотите, чтобы я вернулась к теме разговора? Так, вернемся. О чем мы говорили? А, мы говорили. Мы говорили о любви вашего родного кровного сына и любви тоже вашего сына, но не родного, к моей дочери. Если мой сын... Ты вчера притеснял мою дочь. Сказал, что это я отправила ее к сестре. Пытались что-то выведать о ее сестре, но она ничего не сказала. Сказать тебе, зачем она промолчала? Она не ради сестры молчала. Она молчала ради твоего приемного сынка. Промолчала, чтобы не унизить тебя, как отца. Да. Что знает Эджи про Ягыза? Знает. Она все знает. От и до. Знает все. В тот вечер, когда они ездили в Агву, этот твой сбившийся мысленно и сердцем сын признался моей дочери в любви к ее сестре. Да. И пока те двое любили друг друга, этот тайно, оказывается, любил мою дочь. Вот тебе и дела. Моя дочь, конечно же, ничего не знала. Наивная. То есть, как ты понимаешь, это не моя дочь согрешила. Согрешил твой сын. И если ты воспрепятствуешь женить бедетей, то наступит тот день, и тот, кого, прижав к груди, ты называешь сыном, вцепится в мою дочь. Я знаю. Прочь с дороги. Крупно же ты сыграла, Фазилет. Очень крупно. Очень. Огус. Этот особняк все испортил. Он и меня испортил. Причем сильно. Я стал послушивать по дверю, как любопытные сплетницы. Разве такое подобает мужчине, а? Скажи. Не смог проглотить и сказать, что послушивал у двери и прочее. Да уж. Посмеяться бы, да, не могу. Можешь как угодно понимать мои слова. Ты тоже прав, Фугус. У меня под носом что-то происходит, но гонор не позволяет спросить с них. Я с ума сойти. Серьезно, я с ума сойду. Ну тогда пойди спроси с них, приятель. Пойди и спроси, раз в особняке такие правила. В чем дело? Что ты хочешь этим сказать? А ты что хочешь? Разве Эджи в больнице в тебя не вцепилась, приятель? Разве она не верещала, что у этой девушки внематочная беременность, а? Она даже в качестве свидетельницы указала на Севду. Разве Севда не отвергла слова Эджи? Приятель, ты слышишь, как твоя жена отчитывает Севду и говорит ей про какие-то лекарства и прочее, вместо того, чтобы вломиться в комнату и спросить, что к чему, пришел сюда и ноешь. Мол, подслышал по дверью. Это. Что, приятель? Что, ты боишься снова попасть на Эджи, да? Понятно. Хватит смелости услышать правду, я не знаю. Дразни, 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 брат, давай. Ты забыл, так я тебе напомню. Нет больше правды, которая не выдержала бы сердце твоего брата, Угус. Понятно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кто хочет кофе? Не показывай, Хазан, что говоришь со мной. Хазан не должна знать, понятно? Все хорошо. Там, где ты, ничего хорошего быть не может. Я слушаю вас с нетерпением. А вот я тебя жду, но без терпения. Оставь все свои дела и немедленно приезжай в кафе около особняка. Срочно. Что происходит? Что происходит? Потрудись приехать, куда сказано, и узнай, что происходит. Нам нужно с тобой кое-что обсудить. Я тебя жду, Синан. Синан, нам нужно поговорить. У меня дела. Мне нужно идти. Мне нужно кое-в чем признаться. Если в том, что ты душевнобольная, можешь не утруждаться. И зачем мне лишний хлопот и забудь? Пусть Есимин делает, что хочет. Стоп. Стоп, 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 стоп. При чем здесь Есимин? Что за бред? Я признаюсь только потому, чтобы эта идиотка не использовала меня. Ясно? Какие дела у тебя с Есимин? А ну признавайся. Я... Синан, я установила здесь скрытую камеру. И она попала в руки к Есимин. Там точно есть что-то, что заинтересовало ее. Как давно ты установила эту камеру? Не помню, но давно. Вспоминай. Вспоминай. Это было до того, как товар привезли на склад или позже? Не знаю. Не знаю. Ниль, ты должна знать. Это очень важно для меня. Кажется, как раз в тот день. Что бы Хаза Магамен ни делал, он всегда думает о семье. Ему было мало своих детей, он взял и купил еще одного ребенка. Синан, думаешь, все можно решить дегами, отец? Проклятие. Ну же, отец, ответь давай. Синан, что происходит? Синан, что происходит? Отец? Добро пожаловать. Что-то случилось? Отец? Отец, я готов. Можем ехать, если хочешь. Кажется, отец ко мне приехал. Нет, нет, он точно приехал ко мне. Отец, поедем уже, чтобы не опоздать. У нас есть дела. Продолжение следует... отец есимин возможно что есимин в курсе всего что касается керемя ладно пусть будет так пусть тогда бомба взорвется хазы мбей как раз вовремя вот что я называю своевременностью где ты получил мое сообщение а теперь получишь и адрес пойдем к умрю малышка а я вчера ночью к тебе приходил но ты спала хочу тебе кое-что сказать вы ничего ей не скажете всегда пожалуйста позволь мне я не хочу чтобы умрюм запомнила меня таким вы ей скажете что сожалеете что расстроены и все наладится вы так собираетесь устанавливать контакт хотите показать как она важна для вас ладно хорошо дорогая моя поиграй немного с дядей хорошо я скоро к тебе подойду вы слишком уж заигрались не я не умрюм не будем больше терпеть ты права мне очень жаль очень я сожалею но почему так это мне очень жаль потому что вы совсем не заслуживаете свою дочь я не заслуживаю дочь это может потому что у меня нет дочери ты какой же ты невоспитанный бессовестный человек ты не заслуживаешь умрюм всегда с тобой все нормально а кажется у тебя с головой не все в порядке ты хоть сама себя слышишь ты понимаешь что ты говоришь о своей дочери ты понимаешь хватит уже хватит я говорю что умрем твоя дочь твоя родная ты прости прости ты что рехнулась что ли а мы с тобой даже не знакомы как твоя дочь может быть и моей дочерью это ты рехнулся вспомни свою бедную больную любовницу любовницу мою любовницу больную бедную любовницу слушай мало того что это мой ребенок то ты и еще и отрицает что являешься матерью про не под кайфом а тебе просто крышу смесло но я прекрасно знаю что делать всегда умрем детка иди ко мне не бойся мы поедем с тобой погулять хорошо давай что ты делаешь что ты делаешь куда ты забираешь ребенка везу ее к отцу что ты делаешь куда мы идем к отцу идем идем что ты делаешь куда мы идем идем принцесса давай прыгай давай запрыгивай молодец давай не заставляй меня ждать давай давай не заставляй меня ждать давай ты боишься снова запасный адже понятно иначе Значит, ты бы не отвергал бы очевидных вещей, что перед твоими глазами. Приятель, приди уже в себя. Возьми себя в руки. Пока ты здесь строишь из себя мужика, неизвестно, что происходит у тебя за спиной в особняке. С чего мне западать на ЭДЖЕ? Не услышал. Не услышал, потому что если бы слышал, спросил бы. Спросил бы. Не услышал. А теперь успокойся и подумай спокойно. Подумай спокойно. Доченька, пойдем за покупками, взявшись под руку. Двоем, свекровь и невестка. Сколько раз тебе говорить? Не входи, не постучавшись в дверь. Ты что, не понимаешь? Не понимаешь? Не понимаешь, что ты не у себя в квартале. Ты не понимаешь? Не понимаешь? Хватит! Последнее время ты часто стала грубить мне. Выйди отсюда. Послушай, у меня и так нервы на пределе. С меня хватит. Ты кого выгоняешь из комнаты неблагодарная? Ладно, я уйду. Тогда оставайся здесь, я уйду. Ладно. Послушай. Невоспитанная. Следи за словами. Ты у меня в доме. У меня. Ты не начинай про свой дом. Посмотри-ка на нее. Ты на кого повышаешь голос столько дней, будучи виновной? Говори потише, иначе кто-нибудь услышит. Пусть слышат. Посмотрите на нее. Свекровь должна молчать о всех ее грехах. А вернувшись в особняк невестки, она уже и не нужна. Ты кого здесь оскорбляешь? Я столько времени, столько твоих грехов покрывала. А теперь уже не нужна? Вместо того, чтобы целовать мне руки. Вместо того, чтобы целовать мне руки, ты выгоняешь меня из комнаты. Бессовестная. Вспомни о своих проделках. Не вынуждай говорить посреди коридора. Говори. Хоть до самого утра говори. Только это ты пыталась с помощью средства от насекомых избавиться от ребенка. Замолчи, нас могут услышать. Пусть слышат. Пусть слышат и знают. Пока ты билась об стенку головой, за 500 тысяч спасла тебя свекровь, которая тебе уже не нужна. У тебя есть долг в 500 тысяч, и я об этом не знаю. Вот так? Ты сказала, что отдала долг своего мужа. О каком долге ты говоришь? Да я сама слышала, как ты сказала 500 тысяч. Да если бы не я, ты сегодня гнила бы в тюрьме. Ладно, ладно. Давай пойдем в комнату, и я извинюсь перед тобой, хорошо? Я перед тобой извинюсь. Пойдем уже. Не пойдем. Нет уж. Ты одурачила моего сына внематочной беременностью. Обвела моего сына вокруг пальца. Сын, что с тобой? Мой малыш, отец. А потом якобы произошел выкидыш при пустом-то животе. Мы потеряли нашего ребенка, Ясин. Ясин, я... Ты убийца. Если сейчас, вопреки тому, что слышал и видел, ты мне не поверишь, не выбраться нам из той ямы, что ты вырыл, Ясин. А что сделала я? Ничего не сказала. Вместо упрека поддержала тебя. Поддержав тебя, обманула сына. Врала родному сыну. Ты родному сыну эту женщину. Ясин. Субтитры создавал DimaTorzok Ты, господин Синан, иди. Приди, и мы решим с тобой этот вопрос. Слушай, сегодня очень долгий день, поэтому чем короче, тем лучше. Так вот, чего ты хочешь? Это не я хочу, а это ты хочешь. Ладно. Игра слов просто прекрасна. Ты скажи, что я хочу. Ты хочешь жениться на моей дочери? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok